В этом и есть, так сказать, серьезная разница между нашим и украинским взглядом на вещи, да, когда, так сказать, коллеги с Украины все время говорят, вот вы все равно, все равно, так сказать, никогда в жизни вы не добьетесь от американцев того и этого. Критический поворот в позиции России прошел именно тогда, когда Россия решила вернуться к себе и больше не обращать внимания на то, что позволяет или не позволяет Запад. Все. Вот эта тема, которая крайне важна для Украины, для России больше не важна. Действительно, мы все время говорим о том, что мы стремимся к диалогу равноправного и все такое прочее. Так оно и есть, это будет и дальше. Но принципиальная разница именно в этом все. Вот этот период внешнего управления в России закончился. И если вы думаете, что дело только в Путине, вы ошибаетесь. И после Путина эта тенденция будет продолжена. А если попытается изменить, так сказать, в обратную сторону, то будут серьезные проблемы у этих людей. Это совершенно точно говорю. Поэтому в этом разница. И когда вы пытаетесь анализировать позицию России и Украины, надо эти вещи учитывать. То есть, грубо говоря, Россия больше не смотрит на Запад так, как смотрит Украина. Поэтому, если вам нужен объективный анализ, как политологу, ученому и прочее, вот эти вещи надо четко совершенно понимать. Что касается санкций. Второе. Санкции были и до Украины, и до Крыма, если вы не в курсе. Я вам скажу сейчас страшную вещь. Если даже мы отдадим Крым завтра, санкции все равно останутся. Почему? Именно потому, что я сказал в первом пункте. Потому что Россия отказалась. Помолчите. Потому что Россия отказалась от внешнего управления. Внешнего управления больше не будет, поэтому санкции будут. Помолчите. Ну, во-первых, ну, подождите, Джексон, наверное, но это обсуждалось здесь много раз. Вы думаете, что вы будете перевернуть? Ваша позиция будет более убедительна. Я вас прошу, просто прошу ответить на вопрос. Я вам отвечаю. Вы сыпите факты. Пойдите и почитайте. Пойдите и почитайте эти факты. Вы их не знаете. Напомните. Потому что вы не очень знаете эти факты. Мы вам напомним. Опять в этой программе. Я буду ходить на земле. Ясно, нет? И что? Спокойнее. Ничего. То есть это да и ничего. Вы думаете, что вы будете принимать? Сейчас украинская позиция будет более убедительной. Я вас не перебивал. Перебивал. Во-первых, вы перебили. И вчера из сельской школы, так сказать, вышли и что-то пытаетесь кому-то рассказать. Подождите. Что касается санкций. Закон Магнитского. Слышали о таком? А он перенял Джексона Веника. Да, безусловно. А он перенял, так сказать, Джексона Веника. 20 минут сожрали своего. Да потому что здесь это знают все. Это значит, что кроме вас. Потому что многократно это обсуждало свою аудиторию. Кроме вас. Вот и все. Вы отпустили, чтобы вы как клоун уступали. Потому что вы не знаете элементарных вещей. Нет, не корректно. Не так. Элементарные вещи. Элементарные вещи вы не знаете. 20 марта на полсиек. Элементарные вещи. Кроме вы просирали, а? Ну давайте. Нет никакого дела. Давайте, давайте, давайте. У вас было два месяца ответить на это вопрос. Я в первый раз про это услышал. Я услышал об этом в первый раз от вас. Серьезно, серьезно. Потому что на вас это не касается. Вы не знали на своей земле, что медали. Нас это не касается. Вы в начале, когда еще легитимным президентом был Янукович. Как его зовут? Нас это не касается. Вот чем дело. Когда вас этого не касается. Понимаете? Нет. Ваши политики России, которые якобы изменили жённым. Вы этого не знали элементарных вещей. А зачем, а зачем это надо знать? Ваши, скажи, исследование провело, что это имеет какую-то роль. Для нас это не имеет никакой роли вообще. А это кто? В 2018 году. Сейчас, 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 скажи. Откуда это исследование, кто 17-го декабря? Это кто? Это исследование, подчеркиваю, заказов Министерства обороны Российской Федерации. Потому что мы знаем медали, которые были уничтожены. Для нас это не имеет никакого значения. Данные из сайтов заказчиков, которые выпускают. Каких сайтов заказчиков? Я подчёркиваю. Дальше ты что? Что дальше? Что это означает? Сейчас, Сергей, сейчас. Что это означает? Сергей, подожди, подожди. Это очень интересно. Вопрос не вывод задают. Сергей, одну секунду. Я тебе звоню. Что это означает? Сергей, спокойнее. До драки дойдёт. Что это означает? Сергей, спокойнее. Это означает, что решение о том, что Крым будет аннексирован, было принято задолго до того, как вообще произошли расстрелы. Раньше. Раньше, 17 декабря, был подан тендер на закупку на изготовление медали. Кем и где? Сейчас я могу название этого предприятия. Назовите, когда назовёте, тогда будем сдавать. А главный источник? Вот назовите мне этот источник, это очень интересно. У вас есть время, может, и поискать. Это означает, а я сейчас приезжаю, только потому, что приходится перекрыть вас. Да? Потому что все эти факты, которые вы здесь пытаетесь привести... А ты мурло, понятно? Спокойнее. Молодое. Спокойнее. Оборзевшее мурло. Сергей. Молодое. Сергей. Мурло, которое сюда впустили. Не отвечать не надо. Просто изначально не надо было перебивать. Здесь демонстрировали. Ищите сайт. У вас была возможность спокойно говорить. А он нам не нравится. А на самом деле вы ничего не можете. Конечно, ничего не можем. Конечно, ничего не можем. Властители мира. Мы не можем, мы не можем, так сказать. Но Крым наш, на Донбассу мы не уходим. Мы им не можем. Слава, мы не можем из себя строить властители мира, потому что знаем, что это вы. Да, конечно. Так вот, ваши попытки перекликивать... Секунду. Вы уже Монафорта совратили. Вы уже Трампа посадили. Вы уже фонд Клинтон заполнили деньгами. Там всюду украинский след, а не Россия. Ваши попытки перекликивать, они не делают украинскую позицию весомее. Что касается санкций. Секунду. Что касается санкций, завод... Да, вот, мол, штамп. Это первое предприятие. Так, штамп. Второе давайте. И второе. Тише. Нет, я называю тут просто... Да, нет, главное... Матишинский завод военный знак. Да, главное, вы мне скажите, с какого сайта... Я называю предприятие. С какого сайта вы предприятие. Какие предприятия. Это я попросил. Какие предприятия, это я попросил. Какие предприятия заказаны медали, заказаны, которые вы не знали. Да, да. Мы не знали, потому что вам не нужно знать. Безусловно, никак это не нужно. Сергей, ничего не доказывает вообще. Я, ну, конечно, был еще легитимным президентом. Вы же рассказываете про постпереворот. И сегодня в том числе. Я вам рассказываю, что просто медали закрыли. Снятое число. Так данные... Так данные откуда? Сергей, подожди. Так данные-то откуда? Сайты. Какого? Предприятия, которые изготовляли аналии заказов. Я понял. Сайт какой? Вы можете назвать сайт? Нет, это же сайты. Я вам рассказываю. Я вас спрашиваю. Сайты предприятия, их заказы, которые... Нет таких сайтов. Вы меня получали заказ Министерства обороны России. Я понял. На изготовлении этих медалей, которые раздали уже 25. Теперь я вам расскажу. И у них на сайте написано. Значит, какой-то сайт, который... Сайты этих предприятий. Сайты этих предприятий. Их заказы. И там написано. Понимаете, которые... Я вам гарантирую. Я это проверю. Давайте проверим. Сама фраза про сайты мне очень нравится. Ну, я уже открыл глаза, что 20-го числа. Нет, мы открыли. Вы же не знали. Я вам объясню еще раз. И вам... И вам на 20-е... Спокойно. Вам про 20-е число сказали там. И выяснилось, что вы ни черта не знали. Потому что вам в передаче как раз ответили. И было сказано, что дата 20-го февраля была выбрана на медалях. Не случайно. А потому что именно в этот день началось восстание в Крыму. Потому что пришла новость об убийстве под Корсунь-Шевченковском. И тогда народ Крыма впервые официально выступил. И тогда за это морпехом Российской Федерации выдают медали, да? Морпехом выдают медали, на которых стоит... Нет, подождите. Разным людям? Нет, военным Российской Федерации. Прогласили, пожалуйста, списки всех, кому выданы были эти медали. Ну, про Аксенова это понятно. Ага, то есть он морпех? Нет, я говорю... А, то есть он не морпех? Подождите, вы меня перебиваете, вы спрашиваете весь список. Да, ну то есть не только морпех. Я не могу вас перебивать. Я говорю, акцентирую на том, что то, что Мерку там эти медали давали, это ладно. Но я подчеркиваю, что морпехом, которые участвовали как раз с зеленым человечком, которые в военторг зашли и купили себе от Юдашкина амуницу, я так цитирую, понимаем кого, которых не было в Крыму, российские солдаты. Ну как это не было? Объясню. Ну вы не знаете историю. Я вам зафигу российского президента. Вы только что рассказывали мне, что это показания смехотворные, которые дал руководитель генштаба. Показания начальника генштаба, вы говорите. Показания начальника генштаба Украины написано, что постоянно находилось 25 тысяч российских военнослужащих. Это каким образом относится к тому, что говорил я? Объясните мне. Очень просто. Каким образом? Поэтому вежливые человечки там находились постоянно со времен Екатерины Великой. Я говорю не о тех вежливых человечек, которые легитимны, абсолютно. А все были абсолютно легитимны. Я говорю о тех, что участвовали в украинские части. Минус, какие? Вот это и есть украинские войска. А украинские войска что-то делали? У вас сколько там было военнослужащих? Хоть одно боестолкновение, назовите мне, между украинскими и российскими войсками. Сколько людей погибло? Послушайте, там были рукопашные, вы это прекрасно знаете. Хоть один человек погиб? Погиб. Два. Один с одной стороны, другой с другой. Притом, как считается, стрелял... Нет, почему? Просто я проверяю, насколько вы знаете. Погибло двое. Вот. Правильно? Да. Притом один погиб с одной стороны, другой с другой. Но вы же говорили, что они погибли ни капли крови. Потому что... Минуточку, минуточку, я вам еще больше скажу. Было еще во время столкновения... Я говорю о тех земляных человечках, которые блокировали как раз Верховный Совет Союз. Хоть один человек, еще раз говорю, хоть один человек с украинской стороны пошел воевать? Украинские военнослужащие пошли воевать? Не было приказа. Так если вы, если вы... Не, подождите, я Турчинов или что? Так а что вы так говорите? Минуточку, вы сдали Крым. Еще раз повторяю, ваша армия сдала Крым. Не армия, а руководство. А ваша армия что делала? А время заканчивается. Давайте, подождите. А у меня больше нет времени. Все сожрали. Подождите, подождите. Сожрал все время. Секунду. Вот этот вот такой вот бред и есть политический дисплей в Украине. И, кстати, медаль у нас делает госзнак. Секунду, постоянное запутывание, постоянное запутывание, постоянное запутывание, постоянное запутывание в фейках, сама по себе вот эти медали, это уже все фейк. Это фейк с украинских сайтов, первое, второе. Вот этот постоянный бред, этот бред постоянный. Это и есть политический дискусс. Поэтому они не могут забраться в этих, поэтому не могут разобраться в этих вещах. А войны не было в Крыму? А почему не было? Секунду, Андрей, послушайте. А почему не было? Андрей, санкции. Секунду, Андрей, санкции. Потому что народ Крыма показал вам большой и ясный знак. Секунду. Украинские гости говорят о том, что вот вы знаете, Трамп не отменит санкции. Секунду. А чему вы радуетесь? На самом деле то, что Трамп не может отменить санкции, это хуже для Украины. Потому что в этом смысле пространства для торга отсутствует. А вы же потеряли весь бизнес в России. Было бы пространство для торга. Какой? Евросоюз даже близко не установил то, что вы потеряли в России. И последнее, что касается фейк, на этих фейках Украины и будет жить. Санкции против Российской Федерации не прекращались никогда.